Дорогие друзья, сейчас подошел очень важный торжественный момент. Сегодня мы оглашаем итоги международного художественного конкурса, посвященного Блаватской Елене Петровне. Художественные работы были представлены из 21 города Российской Федерации и 9 зарубежных стран, в том числе государственные муниципальные учреждения, детские художественные школы, колледжи, университеты искусств среди участников члены Союза художников Российской Федерации, лауреаты международных конкурсов, номинанты различных международных и всероссийских премий, участники из стран Израиль, Армения, Америка, Беларусь, Кения, Швеция, города Российской Федерации, которые поучаствовали в этом конкурсе, Алейск, Болей, Москва, Первомайский, Екатеринбург, Ставроволь, Балашиха, Сергеев Посад, Ижевск, Коммунар, Алапаевск, Сафронова, Киров, Удомля, Большой Лог, Волгоград, Ханты-Мансийск, Уфа, Химки, Орел, Ногинск, Садка, Нижносартымск, Пушкин, Санкт-Петербург. Поздравим всех участников из этих городов. Итак, дорогие друзья, мы поздравляем участников. И я сейчас хотела бы пригласить участника, который приехал в Москву, и получить диплом участника художественного конкурса имени Елены Петровны Блаватска. Сибирякова Марина, город Химки. Большое спасибо вам, что вы участвовали в нашем конкурсе, что вы приехали. Наши поздравления не заканчиваются. И мы вам, конечно, желаем творческого потенциала, силы воли, духа, о котором сейчас говорил Владимир Васильевич, о том, чтобы эта струя, этот луч, этот огонь прорвал сознание всех художников. Потому что каждый человек когда-то становится настоящим художником. И мы так рады, что именно в России происходят сейчас большие изменения. Именно в России состоялись три огромных конкурса международных с огромным оповещением многих стран мира, с сотнями участников. Международный художественный конкурс имени Блаватской, музыкальный международный конкурс имени Блаватской, поэтический международный конкурс имени Блаватской. Мы даже успели напечатать в типографии и издать сборники стихов 2023 года участников, альбомы художественного конкурса. И сегодня вы уже можете в книжной экспедиции покупать, и, конечно, мы вам всем их подарим. Огромное спасибо, что вы были с нами. Ой, я даже не знаю, что сказать, потому что вот от сегодняшнего все, что я услышала, мне это надо все осознать. Поэтому всем большое спасибо, благодарю всех за такую встречу. И, конечно, вот то, что она последняя, как финальная получается. Спасибо. Закон Теософии гласит, финала нет, конца нет, когда заканчивается один цикл, наступает другое. Значит, будет новое начало. Огромных успехов вам! Дорогие друзья, так сложилось в этом году, что многие участники конкурсов прислали настолько великолепные работы, которые были достойны самого высокого звания. И члены жюри даже разделились во мнениях. И в связи с этим были учреждены специальные дипломы номинантам, которые представили замечательные картины, достойные названия лучших. И вы сейчас их видите на экране. Итак, специальными дипломами за создание художественного образа награждается Я очень рада, что мы лицезрели ваши картины. Честно скажу, что жюри боролось между победителями вами тремя. И Нютина, Платонова и наш победитель, которого мы сейчас узнаем. Великолепная картина ваша, которая, когда смотришь, что что-то поднимается в сердце, и хочется лететь вместе с ними. Вот такие ваши картины были представлены на этот конкурс. И вы можете их посмотреть на нашей выставке. Также картины ваши, Марина Нютина, великолепные, зовущие. И можно, знаете, сказать, удивительным образом работает вот этот акашический звук пространства. Чтобы человек не делал, когда у него открывается творческий потенциал, художественная картина начинает звучать. Реально это музыка. Стихи начинают звучать. Реально это музыка. Слова начинают звучать. Сегодня здесь ярый выступал. Это музыка. И так хочется пожелать, чтобы музыка эта не прекращалась никогда. Низкий поклон вам за участие в этом конкурсе. Дорогие друзья, у нас номинация специального диплома за создание художественного образа детская школа искусств Набережной Челны. И посмотрите, какие прекрасные работы нарисовали дети. Будрина Милена, Гафурова Азалия, Гемедеева Нурзеля, Ежова Валерия, Иванова Карина, Сагирова Алсуху, Саинова Деля, Чеблинцева Мария. И, конечно, не можем не отметить картину Позняковой Полины из Данилова. Благодарим всех детей, которые прислали картины за создание художественного образа, руководство школы города Набережной Челны, тех педагогов за воспитание детей и раскрытие в них творческого потенциала. Желаем успеха и в творческом пути каждого из вас. Они сейчас онлайн. Давайте поаплодируем им. Победители конкурса в рамках 7-го Международного Тайосовского конгресса, посвященного Блаватской Елене Петровне, названы в возрастных категориях взрослые дети. Среди взрослых победу одержала молодой художник из Ногинска, учитель по изобразительному искусству Ольга Ульянова. И ее картина «Покров матери мира». Оля, вся любовь этого зала, всех, кто сегодня онлайн смотрит, твоя великолепная картина в символах, которая, несомненно, удивительно уникальна, «Покров матери мира», которая решает всю концепцию Тайосовского конгресса одной этой картиной. Вот такие молодые художники, которые звучат огнем, которые звучат эти сердца, этой чистотой энергии. Я знаю, если я не ошибаюсь, вы родились в 89-м году. Видите, я даже помню. 89-й год. Молодая художница, для которой, я знаю, творчество семьи Рерихов имеет огромное значение. И эту картину, гениальную картину, невозможно было не дать этот приз победителя. Ваши аплодисменты еще раз. Мы вам дарим, конечно, коллекционное издание «Тайной доктрины». Изучайте, будьте с нами. Теперь уже до конца. И, конечно, несколько слов. Скажите, ну, каково ваше впечатление? Как это было до того, как вы рисовали? Ну, что-то расскажите нам, как вообще вы дошли до такого результата, чтобы Международный конгресс признал и дал победителю такую великолепную картину, которую создали вы? Я несколько лет со второго конгресса каждый год послала свои работы. И вот на седьмой раз получила такое признание. Спасибо большое. В «Трудах Рерихов» говорится о том, что на России лежит великая миссия спасти весь мир. И эта мысль отразилась в моей картине. Спасибо вам большое. Спасибо большое организации. Это я сидела, у меня каждый раз слезы наворачивались на глаза. Удивительно то, что это происходит в наше время, то, что мы проживаем все это. И спасибо еще раз большое. Спасибо вам. Всех благ. Через свои картины Ольга познает себя. И она говорит так. Моя ежедневная созидающая мысль – пусть в мире воцарится истина, красота и знания. Пусть миру будет хорошо. Дорогие друзья, победителем возрастной категории «Дети» назван художник из Индии Ахилл Рахман. Вы знаете, каждый член комиссии отметил картину из серии, которую нам прислал Ахилл. Он не прислал одну картину, он прислал множество картин. Но большинством голосов победа присуждена картине Оум. Молодому художнику из Индии 10 лет. Если вы помните, это победитель нашего конкурса 2 года назад, когда он был совсем маленьким, еле говорил, стеснялся. Ему было 7 лет, и мы ему не могли также не дать победу. И члены жюри, он потрясающий. Ахилл принимает участие в соревнованиях по каратэ. Он завоевал даже серебряную и бронзовую медали. Он номинант приза художественного конкурса «Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства». Его картина была опубликована на художественном календаре на 2023 год. Также его творчество было отмечено на художественном конкурсе в Соединенном Королевстве. Он дал интервью на видеоконференции, проходившей в Лондоне. Его стихи были опубликованы в Индии, в сборнике творческого искусства молодых художников. Сейчас он много сочиняет на своем родном языке. И когда-нибудь, возможно, будет опубликована книга его стихов. Так он мечтает. Сейчас я знаю, что Ахилл с нами в прямом эфире. Ахилл, дорогой, мы поздравляем тебя с победой. Второй раз вы являетесь победителем нашего конкурса, тем самым демонстрируя свое развитие как художника и как человека. Вам слово. Большое спасибо. Всем добрый вечер. Я счастлив. Счастлив, что я победил в 2021 году и в 2023 раз. Я рада быть с вами. Я желаю вам всего самого лучшего, самого лучшего в вашей организации. Благодарю вас за то, что вы победили. Я надеюсь, что ваше общество, ваша организация будет успешно работать. Благодарю вас. Большое спасибо за ваши слова. Ахилл, мы дарим тебе диплом. Он будет отправлен в Индию. И мы дарим тебе... Смотрите, это столько альбомов, которые были изданы для тебя специально. И даже вот такой альбом 2023 года. Посмотри. Уже издан альбом 2023 года. И уже весь мир знает о тебе. Уже твои картины смотрят во всем мире. И, конечно, этот альбом на английском и русском языке уйдет в Индию. К тебе мы поздравляем тебя. И благодарим папу и маму за воспитание такого прекрасного сына. Аплодисменты этого зала для тебя.